Не давайте черепахи! Я за вас! Закон суров, но он закон, особенно закон природы. Отец и сын снимают видео, как увлекательно кормить домашнюю черепашку и как весело она отгрызает куски от живого карася. Ого, уже кровь видна! Хвоста! Еще они едят лягушек, примерно так же расправляются с любой фауной, в которую попадают. Так начинается экологическая катастрофа. Они вытесняют животных, которые занимают ту же нишу, питаются теми же кормами, что и они. Черепахи больше и чаще размножаются и в итоге вытесняют другие виды, они становятся более уязвимы и погибают. Только всего этого не расскажут там, где красноухих черепах часто продают. Причем уверяют, что это абсолютно новый вид, останется малюткой навечно, да еще и особо не ест. Не питомец, а праздник какой-то. А сколько она может есть? В смысле, а хоть с месяц? Она в пять попадает. Да, в пять попадает, только подрастет. А их так и можно содержать, да? А? Их так и можно содержать? Можно вот в таком контенте его попадать до года. Съемки 2014 года. Санкт-Петербург, метро Площадь Восстания. До сих пор ситуация особо не изменилась. На Петроградской сами продавцы советуют покупателям. Захотите сплавить черепашку, несите в ближайший зоомагазин. Там устали от таких недохозяев. Перед их носом просто закрывают дверь. Мы уже практически пять лет закончили продаж этих черепах. Каждому хозяину при продаже мы и тогда объясняли, что в принципе вырастет совершенно не та черепашка, которую вы себе представляете. Магазин существует уже больше десяти лет и столько же несут красноухих. С Невы плыви, черепашечка, и с Невы мне приносит черепах. У нас в стране судьба этой черепахи решается на удивление просто. Случайная покупка у метро, а потом попытки избавиться. Им даже клички часто, как котам и собакам, не дают, словно знают, что скоро придется расстаться. В Пушкине на днях обнаружили красноухую черепаху в пруду. Пишут, что обитает она там несколько лет. Точно такие же мирно живут в Ленинградском зоопарке вместе с крокодилом Татошей. Уроженка жаркого американского континента красноухая черепаха не рождена для русской природы, но постоянно туда попадает. Провести с ней всю жизнь, а это 30 черепашьих лет, оказываются готовы не все. Это, пожалуй, единственная несчастная рептилия, которая сейчас вот в России находится в состоянии ненужности. Потому что всех остальных рептилий пристроить довольно просто. Через наш магазин, через любой другой, в принципе, они имеют спрос. И пары формируются, и всегда есть возможность пристроить. Черепаха требует большого объема воды. Аквариум для большой черепахи составляет 400-500 литров. Покупают ее рублей за 200, но оборудование понадобится потом тысяч на 40, если по-хорошему. Это аквариум, фильтр, грелка, ультрафиолетовый свет. Иначе она начинает болеть, может мучиться от рахита. Проблемы можно решить только повышением, сильным повышением цен на красноухих черепах. Если черепахи будут стоить за маленькую черепашку не 250-400 рублей, а несколько тысяч рублей, хотя бы 3-4 тысячи. Если они не будут продаваться на каждом углу всякими понаехавшими тетками и дядьками. Если они будут только в некоторых зоомагазинах. За красноушек вступился уже Росприроднадзор. Не берите, говорят этих животных, если не знаете, как обращаться. Да, черепаха может укусить. Не потому, что она злая, а потому, что хочет есть. В российской природе красноухая черепаха, как может, находит себе пропитание. А потом приходит зима, и несчастная брошенная рептилия обречена на смерть. По вашей вине.